Добрый день, дорогие друзья! Основы правильного питания, тема этого небольшого видео-ассуждения, я буду очень короток. Десять важных моментов, которые надо выделить и знать каждому человеку об этом. Но прежде всего, многое, но не все здоровье человека зависит от питания. Многое, но не все. И питание, оно бывает разным. Оно бывает чаще всего хаотичным, но бывает плановым, бывает лечебным, бывает спортивным. И люди едят от одного до шести раз в день. Это примерно, считая все перекусы. И есть малоедение, есть редкое едение, а есть чревоугодие, когда человек подчиняется командам, исходящим от его желудка. И это тоже происходит. Когда-то, в 70-х годах, я работал в оздоровительном лагере «Жемчужина России». Это плагин для детей, самодорного типа. И там кормили 6 раз в день. Я это хорошо помню, потому что мы также питались вместе с детьми 6 раз. И теперь давайте перейдем к самому питанию, к 10 важным моментам, которые необходимо знать каждому человеку. Прежде всего, кушать надо голодным. Второе. Это есть до неполного объема желудка, а только до половины объема желудка. Оставляя для воды и воздуха какое-то пространство. Затем третье. Необходимо есть живую пищу, природную, а не коммерческую, сделанную руками людей для прибыли. Следующее. Пауза между едой должна быть хотя бы 4 часа. Не вся пища за 4 часа покидает наш желудок. Но нельзя добавлять в непереваренную пищу новую, потому что это будет постоянное брожение и газообразование. И ни к чему хорошему это не будет приводить. Пятое. Воду и все варианты жидкости необходимо пить за полчаса, а лучше за 45 минут до еды. Или через 1-1,5 часа после еды. Это тоже очень важно. Следующее. Сочетаемость продуктов. Обратите внимание, есть животная пища. Это рыба, мясо, молочные продукты. И их можно сочетать с овощами. А вот сладости нужно сочетать с фруктами. И нельзя смешивать сладости с рыбой, мясом и молочными продуктами в том числе. Седьмое. Перед едой необходимо поблагодарить Бога за эту еду и благословить ее. Это тоже очень важно. Это очень важно. Это духовное наполнение пищи. Затем. Восьмое. Когда человек болеет, он не должен есть твердой пищи, лучше жидкую пищу и есть мало. Это тоже важно. Девятое. Фрукты на завтрак. Могут быть фруктовые разные варианты салатов. Овощи и салаты овощные в обед. А крупы на ужин. Это основа здорового питания. Рыбу и мясо есть один раз в неделю. Для взрослого человека этого будет достаточно. Основы правильного питания у многих людей разные, у многих народов тоже разные. Порассуждайте об этом. А я желаю вам Божьей милости и благодати. До свидания.